Вон здесь. Не смущает? Нет. Я поняла. Телефон возьми. А, совсем забыл, от радости. Не забывай, билеты, телефоны. Ты в кепке. Это тоже что-то на фарт, как у Палыча? Нет, просто голова немытая. Юрий Палыч, кстати, сегодня так очень долго мне отвечал на мои вопросы, вдумчиво, вот, и надеюсь, что мне удастся говорить, может быть, он что-то интересное расскажет. Разбег Миранчука и 1-0! Вот это гол! Алексей Миранчук действительно... Ну, не везде надо на первом месте идти. Елена Леонидовича, не везде. Конечно, надо оставить. Конечно. Можете писать ваше предположение, мнение, кто же отправил Лизе цветы. Твое мнение, Лиз, давай, топ-3. Попробуйте, щас, щас он попробует еще разочек. Классно! Смотри, залезай. О-о-о-о! 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 Всем привет! Меня зовут Кирилл Брейд. Это шестой выпуск Лока Влога. Я продолжаю искать нужный формат, стараюсь сделать для вас годный контент. И этот выпуск будет отличаться от предыдущих. В этом выпуске сразу много событий будет. Это и тренировка команды в Баковке, и матч молодежек, и матч основы, и кое-что еще интересное. Так что, смотрим! Все, запись пошла, да? Дима, ты была, а? Дима, вдвоем, а? Просто стоять рядом, да? Давай, просьбой стоять. Для поддержки системы. Давай. Чисто, чтобы опереться тебе. Давай. Ну так, просто могу, только я у меня так спокойнее. Ну, в команде хорошую... Манекены? Ну, мы понимаем. Ответственно, что там. Брат, ты поработал нормально? Фу-у-у. А тем временем, пока на другой половине поля играют команда на команду, то здесь индивидуально Ласьков и Зарухапов занимаются с Артемом Галаджаном по очереди голкиперы, которые сменяются там, приходят сюда. С обеих сторон идут навесы на Галаджана. То головой, то под левую, то под правую, то фо, то после касания. И, в общем, именно индивидуально работают с Галаджаном. Опа! Опа! Я думаю, за дня в день будет все только лучше, потому что и так практически каждую тренировку индивидуально занимается с Галаджаном. Ой-ой-ой! А вот и гол. Только что Дмитрий Ласьков сказал Артему Галаджану, что победы со стороны меняют, так что Артем и Галаджан за молодежку там сыграют. Ну, в общем-то, что? На молодежке увидимся. Вот и на молодежке мы. Как и обещано было ранее, Артема Галаджана тоже опустили в нашу молодежную команду. Из-за этого Илья Рунцов пострадал, оказался в запасе. Илюк, расстроился? Да нет. Ну, честно. Ну, ты не можешь тратить. Ну, зачем? Ты тренером обсуждал, может, подбадривал тебя? Ну да, сказал бы, что выйдешь сразу во втором тайме. Забьешься? Ну, если можно в протокольчике. Конечно можно. Спасибо. Вот здесь. Не смущает? Нет. Илья за всех, и все за другом! Ура! А то есть! Они слуну Раз-худ Can Rilla Вы тут? Да, поделюсь, Саш. Андрей Белл,bet his case. Так тоже не смущает? Я получил 10-16. Сегодняшний матч. Расстроился он, что не вышел в старте, но в итоге вышел на замену и отметился дублем. Не зря Илья Рудцов обещал нам, что обязательно забьет. Забил, причем дважды. Успехам молодежки мы, конечно, радуемся, но в первую очередь ждем матч основной команды. Так матч дэй настал, и первое, что мы замечаем, это вывеску РЖД арена. Вот так сегодня исторический день, переименован наш стадион, теперь это РЖД арена в честь 95-летия клуба. Хочется подчеркнуть связь с железными дорогами, вспомнить, что тогда, 95 лет назад, по сути, именно на железных дорогах все и было основано. Так что теперь мы РЖД арена, а МСА теперь, кстати говоря, Сапсан арена. Продолжим искать изменения, связанные с переименованием арены в РЖД арену, и зайдем в раздевалку. Тем более, что команда еще не приехала, больше у нас такой возможности не будет. В раздевалку встречаем Олега Новикова, массажиста нашей команды. Олег, приветствуем. Расскажи, пожалуйста, о работе массажиста в преддверии матча. В преддверии матча такая же работа, целенаправленно на восстановление, на подготовку спортсменов, для того, чтобы достичь результатов, которых всем и хотел. Массажку покажешь? Приходите. Массажный кабинет. Здесь, в принципе, все процедуры проходят. Как до игры, во время и после. И вот здесь еще одна функа. Встретил этого стадиона, нашу звезду, звезду Казанки. Ой, на матч спешишь? Нет, я звезду с Димой там, что-то представить. Что-то представить. Не знаю. На площади весело, на площади музыка играет классная группа, но главное это вот эта сумасшедшая очередь. Нет ей начало, а конец мы сейчас поищем. Давай, давай, давай! А вот почему такая сумасшедшая очередь, это Дмитрий Сычев. Онлайн, онлайн. Я продолжаю все тот же вопрос задавать. Ты не устал от автографов? Можно я буду параллельно? Конечно, нужно. От этого невозможно узнать. Отвечаю еще раз. Как эмоции, Дмитрий Сычев? Неблагодаримые. О, это Казанка уже, да? Да. На матч-то ездишь? Да, обязательно. Спасибо, что вернулся. Телефон возьми. А, совсем забыл, от радости. Не забывай, билеты, телефоны. Это какой сезон-то, Майка? Ой, старая. Был уже пятый, был шестой. Болю две карточки. Одну другу, вот, да. А ты помнишь прям форму по каждому сезону? Конечно. Прости, друг, можно я служебным положением воспользуюсь? Спасибо. С вами, Владимир Александрович Баринов. Поделитесь впечатлениями перед игрой. Пожалуйста. Завтра Спартак заберет очки у Зенита. А перед нашей игрой? Перед нашей игрой никаких прогнозов, вы знаете, не даю. Ну, я как-то, знаете, любитель ипподрома. Он всегда знал до заезда лошадь, которая придет первой. Наверняка знал. И точно знал после заезда, почему она не пришла. Так и я. И вот приехал Сергей Светлаков, наш VIP-болельщик, и сразу распогодилось. Всем привет, да. Я тут солнечные очки одел, и сразу же все как бы сработало. Надеюсь, что наши сегодня не подкачают. Шар фартовый, особенный? Этот, кстати, этому шарфу 8 лет. 8 лет. То есть он не самый фартовый? Ну, нет, нет. Он как раз из тех времен, когда еще... Наклевывалось. Наклевывалось еще все нормально. Сейчас наклевывается? Ну, сейчас вообще. То есть сегодня я смотрел таблицу, я такого не видел, наверное... Никогда. Никогда. Первое место. Первый раз в истории, на самом деле, локомотива. Три матча, три победы на старте. Я такого не помню тоже, да. И вот сейчас Кан, ну, казалось бы. Вот в том-то и дело, что наши ребята, они такие. Конечно, понятно, что мы можем отодрать любого лидера, да, и проиграть какому-то клубу, который только что вообще в элитку куда-то зашел. Поэтому я переживаю за это и за 50 штанг, которые могут быть. Главное, чтобы наши сегодня вот просто не сбавляли темпа, но и фортуна, как-то она с нами пока есть, пускай она будет. У Валерия Александровича Баринова, у него такая соломенная шляпа потрясающая, вот ты в кепке, это тоже что-то на форт, как у Палыча? Нет, просто голова немытая. Ага. Ну, 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 тупо. Может, у Баринова и даже с кема. Хороший совет. Сегодня на бровке работает прекрасная Евгения. Комментатор, корреспондент, как правило? Ну, и так, и так, как хотите. Корреспондент, комментирует. Как выход прямой эфир, все хорошо? Да, все хорошо. Я вас обратил внимание, как ты находясь в 10 метрах от экрана, умудрилась видеть стартовый состав. То есть зрение такое. На самом деле я заранее подготовлюсь к этому включению и говорю какие-то такие точечные буквально изменения, потому что в любом случае комментиру все это будет повторять еще раз трансляции, когда уже непосредственно... Никаких изменений от ветра? Ну, про локомотив, да, сейчас говорю. Но у вас единственное изменение, я об этом, Сергей Павлович, сегодня с вами наговорила. Вот, так что... Планируешь так же зажечь, как Тимур Горобиль в прошлый раз? Я не знаю, я, наверное, собеседники более скромные, да, верно? Я не знаю, вы скажете, скромный собеседник? Да, почти скромный, да. Да, ты даже сбрасываешь? Юрий Павлович, кстати, сегодня так очень долго мне отвечал на мои вопросы, вдумчиво. Вот, и надеюсь, что мне у нас все равно поговорить, может быть, что он что-то интересное расскажет. Влад, ты обещал что-то интересное придумать в центре поля. Сделано? Отлично, сделал. Откуда можно посмотреть? 20-го сектора, верхнего яруса. Вот как раз та самая красота, о которой, говорю, наш Аганон, 95 лет в Центральном Бруге. В Англии, кстати, запретили в этом сезоне что-либо делать с газоном. Вот такие вот рисунки, в частности, надеемся, до России, как обычно, нескоро это правило дойдет. Ну, а матч давайте посмотрим с Диктором. Брат! Как ты? Вот матч идет. Фарфан! Нет, Криворучка, Криворучка. Наш воспит. Это тот самый, да, Криворучка? Это наш. Нет других таких. Дмитрия Баринова, номер 36. На поле вышел Антон Миранчук, номер 60. Ну, нормально так, Интон, он поиграл, в принципе, неплохо. Ну, а рядом с Диктором здесь где-то вещает и комментатор матча. Сегодня это Сергей Кривохарченко. Женя, а где он мне подскажешь? Прямо налево. И потом еще раз налево, потом вниз. Штрафной для Натом Мотива. Да, ну, Алексей Миранчук, в общем-то, этим и славится. Каждый раз, когда он получает мяч, берет инициативу на себя, идет в дриблинг. Становится опасно, и очень часто соперники иначе остановить его не могут, кроме как нарушив правил. И снова Алексей Миранчук зарабатывает штрафной. Сзади его атаковал пятый номер, Александр Пуцко. Первый штрафной в исполнении Мануэла Фернандеша получился неубедительным. Мяч попал в стенку. Может быть, сейчас не он будет бить, а Алексей Миранчук. Стенка очень внушительная, позиция для удара удобная. Разбег Миранчука, и 1-0! Вот это гол! Алексей Миранчук действительно взял на себя ответственность в этом эпизоде, и как же он левой закрутил мяч в девятку! 75-я минута, локомотив все-таки выходит вперед! Тут небольшие проблемы на 90-е минуты случились. Освещение частично погасло, и болельщики не растерялись, и включили фонарики на телефонах. Выглядит очень красиво. К основному времени второго тайма добавлено 3 минуты. Матч окончен! Победу в нем за счетом 1-0 одержал футбольный клуб Локомотив Москва! Есть победа! Четвертая к ряду, 12 очков из 12 возможных, но все остальные посматчевые обсуждения у нас уже в наш Черкизово live. Это что? Что, пьяность при чем? Я не пойму. Кто этот человек, который это сделал? Мне интересно. Объявляем интерактив, можете писать. Ваши предположения, мнения, кто же отправил Лизе цветы. Твое мнение, Лиза, давай, топ-3. Твой блог поможет нам найти того человека, который это сделал. Мой блог, он про футбол. Ну и что? Футболы и прекрасные, это все вместе. Так, ладно, заканчиваем матч-дэя, но на этом блог не заканчивается, впереди еще обещанный бонус. А вот и обещанный бонус, благотворительный изобъекте и железнодорожника по традиции 1 в воскресенье августа. И в Зобиге принимает участие Леонид Герк, Радоя Точко-Череков. Мы за здоровый образ жизни? Да! От болельщиков. А вот сейчас неактуально, жутко, а то и отой. Три, два, один! Побежали! Кирилл! О, господи! А смотрите, мисс Локоматиев бежит тоже. Что? Мисс Локоматиев, говорю, бежит. Вообще-то да. Я устал. А я нет. А так долго еще будет? Нет. А вот Анатолий Анатольевич убежал куда. Главное добежать. Так, у меня шнурки развязались. Леонид Леонидович, мушну его, сойдем. Не, ну пофарку надо. А так долго еще? Я не знаю, я тут не бегаю. А вообще бегаете, да? Ну так иногда. Сколько? Керочку. Молодец. Илья Леонидович, ну не везде надо на первом месте идти. Илья Леонидович, не везде. Нет, конечно, надо оставить. Конечно. Какие-то умности. Это спроса для здоровья. Ну да. А вот вы вчера хотели победу отметить. Ну, наверное, думали завтра бежать утром. Да. Вот. Держался. Вот. Не пошел пить чай. А вы что не бежите, а? Просто побегали. А, побегали. А вот и финиш уже. Да. Помогают сделать последнее усилие. Давай. Давай. А, ну ты на шее бегаешь? Или даже в парке. В принципе, знаешь, сколько прибежал? Там медаль не вручают. Ну что ж, прибежали в одно время с Ильей Леонидовичем. Президент спорт на финише устроил. Да, я хотел оторваться. Хотел оторваться? Но не удалось. Да. Ну я на самом деле горжусь, что прибежал в одно время. Потому что Илья Леонидович, оказывается, 20 лет назад вы занимались. Я занимался. Но я короткий медицин. А, то есть вы бегун? Я бегун. Спринтер? Спринтер. Ну полторы многовато для вас. Это правда. Это что такое красивое? Вы не бежали? Мы нет. Мы как аниматоры. И как? Привыкли. Можно в Анталию отправлять. Ты бежал тоже? Да, полтора. Полтора? Нормально? Да. Ну я не люблю бегать. Ну так, как Сычев на замену. Вышел старушка примерно. Ну на самом деле мы сейчас уже смотрим на вас, как на лидеров. Вот. И будем стараться так. Давай, Макс, настрой, пожалуйста. Спасибо. Все смотрят на нас, как на лидеров. Коллега, скажи, а у тебя... Это месседж Черчесову? Нет, это не месседж Черчесову. Это месседж Пика. Это казачья удаль. Попробуйте. Сейчас он попробует еще разочек. Классно. Очень хорошо. А тут площадочка для стрит, футбол, для фрестайла и, конечно же, рядышком Попен. Большой мастер. Давайте поговорим с ним на эту тему. Мне кажется, они делают что-то не то. Спросим у эксперта. По-моему, ребята что-то не то делают. Абсолютно не то. А что нужно делать, подскажи? Надо, мне кажется, один в одного обводить, нет? Ну, как бы ряд. Мне кажется, это был бы эффект для публики, да? Во-первых. Ну и для себя. Олег Снок контролирует мяч. Есть! Есть, красавчик! Наконец-то! Наконец-то кинули. А между ног, Олег, ты... Между ног это особенно круто, да? Спасибо большое. Между ног, ну, конечно, сразу победа. Смотри. Залезай. Оп! А-да-да, друзья, зовите меня! Оп! О-да-да-да! Та-да-да-да! Он уходит от меня. Если он пойдет, вот такой провал будет. Снимай, если он разобьется, что-то сразу... Конечно, если он разобьется, здесь улики сразу. Да-да, ты опасно. Я же выложу. Я не могу здесь, могу не выложить. Сразу говорю. Ты бы уже выкинул, что ты за ним идешь? Ну, кинь. Он идет вот так, смотри. Он чувствует. Он чувствует. У наших ребят из Казанки 11 августа состоится игра на Малоспортивной арене, поэтому, друзья, обязательно приходите! Субтитры сделал DimaTorzok